Здравствуйте! В эфире новости Дагестана. Я Фатима Буталибова. И вот главные темы на сегодня. Двое вооруженных преступников, ликвидированные в Буйнакске. Двое бандитов. Национальный террористический комитет. На кадрах видно, как силовики ночью выезжают к месту, где укрылись бандиты. Преступникам предложили сдаться, после чего они открыли огонь по полицейским и были ликвидированы. По данным спецслужб, бандиты планировали совершить теракт. При себе у них были автоматы и боеприпасы. А в машине боевиков обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет. Органами Федеральной службы безопасности осуществляются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. За мужество, смелость и самоотверженность. Росгвардейец из Дагестана награжден орденом за спасение людей. В одном из частных домов в поселке Карланюрт Хазавюртовского района произошел пожар. В помещении находился мужчина. Подполковник Осман Абдуразаков, рискуя своей жизнью, бросился в горящий дом. Он оперативно немного себя обезопасил, жидкую воду облил и в этот вагон вошел. А там уже без сознания лежал этот человек обгорелый. Он его вытащил, он уже не дышал. Он его начал технично, правильно, с точки зрения медицины, значит, сделал все, что можно, реанимировал его. Восстановил его пульс, восстановил его дыхание. Вызвали скорую и повезли. Этот человек долго был в больнице. Награду за особые заслуги Росгвардейцу в торжественной обстановке вручил глава Хазавюртовского района Джамбулат Салавов. Совершил поступок, который, наверное, должен, долгом, наверное, каждого является совершить данный поступок, а в особенности военнослужащего Росгвардии. В Махачкале задержан подозреваемый в серии мошенничеств. По данным МВД, от 30-летнего жителя оселения Зубутли-Мятли. Кизельюртовского района пострадало 5 жителей столицы. Мужчина принимал заказы по изготовлению кованых пиел, брал предоплату, а товар не предоставлял. А почему так получилось, что вы не сделали заказ и выполнили? В самом начале рабочие подвели, потом сам начал работать. Потом сам не работал. Моя вина есть там. Совокупный ущерб, причиненный обманутым, составил около 300 тысяч рублей. Полученными средствами фигурант уголовного дела распорядился по своему усмотрению. Расследование дела продолжается. Республиканский форум «Вместе против террора» прошел в Махачкале. Участниками форума стали представители власти, педагоги и учащиеся образовательных организаций республики. На открытии вспомнили про теракты, произошедшие в Дагестане, в России и в мире. Ученики школы постарались передать через творчество жестокость и трагичность этих событий. В бесстрашные дни в Беслане погибли 334 человека. Из них 186 детей, 17 учителей, 11 бойцов с 15. Более 500 человек получили ранения. На базе Республиканского центра образования в рамках форума было организовано 15 рабочих площадок. Прошел круглый стол на тему профилактика идеологии терроризма, проблемы и инновационные подходы. Участники обсуждали вопросы взаимодействия муниципальных образований и органов исполнительной власти. Собравшись, внесли свои предложения по усовершенствованию их совместной работы. Для авто с армянскими номерами обещают упрощенную растаможку. Депутаты предлагают льготное растаможивание автомобилей. Такая легализация пойдет на пользу как водителям, так и пополнит бюджет страны. Пока эта инициатива не реализована, но есть не только депутаты, кто также решил поддержать автовладельцев. Сеть магазинов «Орбита» позволит им пройти техосмотр по себестоимости. Тему продолжат наши корреспонденты. Машин с армянскими номерами в России более 300 тысяч, а на авто с абхазскими государственными знаками передвигаются более 50 тысяч человек. По словам наших автовладельцев, в республике им приходится сталкиваться с некоторыми трудностями. Однако, как признается Ахмед, использование иностранных номеров дает и свои плюсы. Ахмед, расскажи, каково это передвигаться у нас в городе и в стране на автомобиле с армянскими или же абхазскими номерами? Ну, в первую очередь для нас это важно, да, получить иномарку по доступной цене, вот, и можно спокойно, уверенно по городу двигаться, да. Также у нас, как бы, в регистрации есть проблемы, вот, и штрафы не получаем, вот. Также у нас есть группы в чате, можно там переписываться, там езжу, узнавать всякие проблемы, еще что-то. Сколько много у нас дагестанцев или махачкалинцев? Ну, я все не знаю, может, ну, я знаю 4 группы, например, 5 групп, вот, и там в группах, как, по 80 человек, наверное, бывает около 100, я точно не знаю, вот. Ну, там по 500, 400-500 человек, получается, группа. А есть, наверное, какая-то точка сбора, место, где вы собираетесь, обсуждаете что-то? Да, конечно, мы собираемся, сейчас тоже будем собираться, здесь у меня генерала Амара, СП-32. Да, не знаю, сколько людей приедут, по возможности, но я думаю, все нормально. Если поехать, можно будет поближе познакомиться? Конечно, конечно, да, спокойно, если хотите, поехали с нами. Поедем, посмотрим. Друзья, вот мы и прибыли на Амарова-132, здесь нас встречает администратор Джамал, Джамал, саламу алейкум. Сейчас мы узнаем, по какому поводу здесь часто собираются автовладельцы с абхазскими и армянскими номерами. Ну, этот год для Дагестана оказался очень туристическим, где большинство машин с Японии на армянских и абхазских номерах начали заниматься извозом туристов. В связи с этим мы решили поддержать малый бизнес акцией. Мы, сеть автомагазинов «Орбита», предоставляем акцию для всех владельцев японских автомобилей с армянскими и японскими номерами. ТО-1 по себестоимости, а это, а именно, моторная масса, масляный фильтр и воздушный фильтр по самой низкой цене. В связи с этим у нас такой ажиотаж нашего центра. Воспользоваться выгодной акцией от автомагазина «Орбита» можно будет до конца сентября. Адрес улица Генерала Амарова, 132. Здесь можно будет не только привести в порядок свой автомобиль, но и обрести новых друзей. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Россельхознадзор не допустил 10 видов продукции, зараженных карантинными вредными объектами. В числе запрещенной продукции оказались нектарины, груши, персики, яблоки и т.д. Всего в республике за сентябрь было досмотрено более 3,5 тысяч тонн грузов с овощами и фруктами. Напомню, что основная часть продукции в Дагестан поступает из Азербайджана и Ирана. За нарушение ввоза владельцы грузов привлечены к административной ответственности. Грузы возвращены в страны-экспортеры. В Карабудахкенском районе пройдет межрелигиозный молодежный форум. Его организуют вот уже 8 лет подряд. В нем примут участие около 200 молодых людей. В качестве эксперта выступят государственные и общественные деятели, российские и зарубежные богословы. В программы включены семинары и круглые столы, спортивные состязания и тренинги. Ключевым мероприятием станет конференция. Она будет посвящена международному опыту профилактики и противодействия идеологии терроризма. Форум пройдет с 26 сентября по 3 октября. Ребята проведут время на базе отдыха в селе Улубиаул Карабудахкенского района. Организатором мероприятия выступают Миннац и религиозные организации региона. В Махачкале открылся торговый дом с детскими товарами. Теперь любой товар для детей можно приобрести в одном месте и с комфортом. Для всех покупателей предусмотрены особые условия. Какие именно в сюжете мои коллеги. Торговый центр «Роддом» способен заменить сразу несколько магазинов. Здесь на пяти этажах представлен товар для детей самого разного спектра с рождения и до 7 лет. Владельцы объекта отмечают, главная задача, которую они поставили перед собой, это собрать для новоиспеченных родителей все, что им необходимо в одном месте. Наша основная задача сделать пребывание в нашем магазине любых молодых родителей, комфортным, запоминающимся и, главное, эффективным для них, чтобы они здесь нашли все, что они хотели приобрести. В одной точке? В одной точке, не бегая по всему городу. Открытие торгового дома оказалось долгожданным событием для детей и их родителей. Для маленьких гостей работали аниматоры, были организованы игры и мастер-класс по аквагриму. Для взрослых – фуршет, конкурсы и розыгрыши. В перерывах можно было знакомиться с представленной продукцией. Честно говоря, у меня 8 внуков, и вот я прошлась по магазину просто на любой выбор, на любой вкус. И для мальчиков, и для девочек есть. Вот наша будущая бабушка, ей очень приглядело, вон та колясочка, очень красивая, такая мощная. В целом, мне понравился ассортимент, то, что здесь есть разнообразие и для маленьких, также и для взрослых детей, для новорожденных – большой выбор. И как бы на подарок можно будет найти, я думаю. В честь открытия торгового дома руководство объявило скидки. Кроме того, здесь будет представлена и бесплатная юридическая консультация для мамочек. Владельцы позаботились и о здоровье беременных. Так, на пятом этаже можно пройти подготовку к родам и восстановиться после. У нас центр для беременных, у нас проходит акушерская гимнастика, йога для беременных. Самый основной курс – дыхание в родах, где мы полностью готовим девочек к самому важному дню в их жизни. Также у нас есть курсы после родового восстановления. Мы настроены на долгосрочное отношение мамочек с нами, также их деток. У нас для детей также представлена полностью детская площадка. Так что, мамочки, мы вас ждем. Обязательно проходите к нам с детками, мы всегда будем ждать. У нас будет бесплатное кофе для наших мамочек. Владельцы торгового дома отмечают – это только начало. В дальнейшем центр будут модернизировать. В скором времени планируется открытие сети магазинов и по всей России. Хотите порадовать ребенка – тогда непременно загляните в торговый дом «Роддом». По теме от Ханапова, Нурмагамед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Это были все новости. Смотрите нас также на официальном сайте nnttv.ru. Всего вам доброго и до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова